МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, я Павел Селин, и это ток-шоу «За границей». АПЛОДИСМЕНТЫ Русские няне за границей. Кто они, чьих детей воспитывают за рубежом, и чему они их учат, и чем же наши русские нянечки отличаются от всех других. Об этом сегодня будем говорить в студии с моими гостями. Я с удовольствием представляю не просто звезда российского шоу-бизнеса, не просто телеведущая, но и молодая мама Мария Малиновская. Маш, здрасте, спасибо, что пришли. Привет. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по трудовому праву. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Человек, который помогает родителям найти идеальных русских нянечек, Евгений Михайлов, директор агентства «Росперсонал». Ну и Алена Бочарова, детский психолог, которая, я надеюсь, откроет нам секрет настоящей идеальной русской няни. Здравствуйте, Алена, спасибо. Прежде чем начать разговор, давайте оценим ситуацию на мировом рынке нянь. Кто и где востребован. И главное, какое место в общепланетарном рейтинге занимают именно наши русские нянечки. Внимание на экран. В Америке и Европе по закону ребенка до 13-14 лет одного нельзя оставлять нигде. Так как институт бабушкиного воспитания на Западе отсутствует как таковой, на помощь родителям спешат бэбиситеры. Около 8 долларов в час заплатят человеку с годовым опытом работы. Многоопытная няня в зрелом возрасте и с хорошими рекомендациями может претендовать на 13-15 долларов в час. Для большинства родителей это роскошь. Поэтому основной сегмент рынка захватили местные подростки и нелегалы, готовые работать за 5 долларов в час и меньше. Русские в такой ситуации неплохая альтернатива. Они дешевле американских бабиситеров, но доверять им можно куда больше, чем нелегалам из бедных стран. С легальной рабочей визой ежемесячно отправляются за границу только из Москвы около 50 человек. Нелегально, то есть по туристической визе, по неофициальным данным чуть больше. Программа ОПР в переводе на равных вроде и не работа, а культурный обмен. Для молодежи из России отличный вариант подработать. Впрочем, пользуются шансом не только русские. Они запутались в многоцветности нашего пространства, постсоветского. Тут и Казахстан, кто раньше тоже был русскими. Тут и Узбекистан, Таджикистан и так далее. Они не различают практически. Но сейчас стали просить славян. Предпочтение оказывают, вот сейчас вы услышите возможности о неожиданной вещи, невысоким, худым девушкам, женщинам, потому что их в доме не слышно. Нередко в обязанности бэбиситера входит не только уход за ребенком или закупка продуктов на неделю, но и уборка по дому. Девочка, аппер, которая едет в эту семью, она становится как бы членом этой семьи, как дети из этой семьи. Она как член семьи живет, питается там, получает карманные деньги. Она помогает. Рассказывает им русские сказки, рассказывает им русские истории, рассказывает им о России. Этого от аппер ждут. Если молодым бэбиситерам везде дорога, для тех, кому за 35, об официальном устройстве бэбиситерам лучше не мечтать. Получить няне рабочую визу для ухаживания за ребенком в Евросоюзе, тем более в таких возрастах, о которых вы говорите, нереально. Там даже никто в Министерстве труда или Министерстве иммиграции рассматривает, не будет такое заявление. Они скажут, что у нас полно безработных тетушек такого размера, дети, берите любого. В Германии русских бэбиситеров единицы. Заработать здесь нереально. Все няни, которые опекают детей более 50 часов в месяц, в течение полугода, должны получить официальное разрешение. Без него подобная работа считается нелегальной и преследуется по закону. Максимум, кто может вас трудоустроить, русский эмигрант, чтобы не платить налоги. В Туманном Альбионе любого рода наим бэбиситера, частным порядком или через агентство регулируются законом. Указываются обязанности няни, часы ее работы и заработная плата. А вот в Израиле хорошо развита система детских садов. Но работают они до 4, а то и до 3 дня. По сложившейся традиции, функцию бэбиситеров там берут на себя те же няни детских садов или многодетные мамы, решившие таким образом подработать. Нелегалов в этом бизнесе в Израиле фактически нет. Евгений, ну вот смотрите, вы помогаете, да, собственно говоря, нашим соотечественникам за границей искать нянчик. Вот каких клиентов статистически, по вашему опыту, у вас больше? Наши эмигранты или этнические немцы, там итальянцы, немцы, американцы. Вот какие? Если употреблять термин бэбиситер, то это, скорее всего, гражданин той страны, где он оказывает эти услуги, и там другие таксы, другое воспитание, другие агентства и так далее. Мы же отправляем всех нянь, как вы их называете, да, по трем основным потокам, скажем, да, используя три разные вида визы. Самый обширный поток – это АПР, как вы сказали, на равных, как мы об этом уже говорили, да. Они получают в этих семьях немного, и здесь в основном потребитель – это Евросоюз. И они очень рады приветствовать нянь славянского происхождения, АПР славянского происхождения, да. Это первый, так сказать, самый большой поток. Это самый большой поток, да. Второй поток, который меньше, выезжают в страны, где нет программы АПР, соответственно, нет визы, которая позволяет получать эти небольшие карманы, деньги, и позволяет официально там находиться и так далее. Это страны британского содружества, но там тоже нужны такие няни, и поэтому есть программа ДемиПР, так называемая. И здесь уже приглашающей стороной является не семья, а колледж, но в связи с тем, что в этих странах очень дорого стоит жить и питаться, семьи приглашают бесплатных себе нянь, их кормят, дают им комнату и так далее. Это замечательная практика, потому что в Австралии, например, студент экономит около 1300 или 1300 долларов в месяц только на том, что он 4 часа или 3 часа в день помогает по хозяйству. Там не только с ребенком сидеть, там и можно помочь на кухне, прибраться и так далее. Это второй поток, на самом деле, он очень интересный. В этих потоках участвуют такие страны, как Япония, например, которые закрыты вообще для многих программ. И третий поток, я считаю его самым перспективным, это Канада, очень иммиграционная страна, она практикует программу Living Caregiver, то есть в заботах о семьях, которые оставлены молодыми, которые едут покорять большие города. Да, и у Японии в большие города эта семья тоже становится ранимой, поскольку они не могут следить за детьми, поскольку они покоряют, да, их дети остаются без присмотра. В этом случае канадское правительство выпустило программу Live In Caregiver, то есть живущие в заботящейся ООО. То есть это уже третий поток? Да, здесь очень перспективно, здесь зарплата уже не 400 или 450 евро в месяц, зарплата 2000 евро в месяц, здесь, как и везде, впрочем, отдельная комната, питание бесплатное и все такое, и в отличие от других стран... То есть еще они и питаются там семьях, да? Все страны дают комнату, питание, интернет, телефон, ключи от машины, если умеешь водить, чтобы за продуктами съездил и так далее. Но Канада дает еще право, во-первых, зарплата там 2000 долларов, и после двухлетнего проживания в этой семье и работы канадцы дают статус постоянного резидента Канады. А еще через 4 года канадский паспорт. Прямо сказка какая-то, хорошо? Это не сказка, это очень хорошая тема. Евгений, скажите, какие страны составляют главную конкуренцию от России на этом рынке? То есть кто, так сказать, конкурирует с нашими нянечками? Это няни из Средней Азии, это мусульманки. Потому что по их понятиям, да, и по их законам, любая нормально воспитанная мусульманка из Средней Азии считает ребенка выше Корана. Это их закон. И вы представляете, в какой безопасности находится ребенок, который воспитывается такой няней? И потом они не грешат курением, не грешат алкоголем, они очень в этом отношении чистоплотны. Стало время, собственно, и узнать суть вопроса. Хочу представить вам одну, с одной стороны, очень типичную, а с другой стороны, довольно эксклюзивную историю. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я участник программы УПР Финляндия. Выезжаю через два дня. Именно с таких немудреных самопрезентаций начинается путь бэбиситтеров из России на Запад. Вместе с анкетой и рекомендациями такую запись можно показать работодателю, как доказательство трудового опыта. Заодно предъявить товар лицом. Таких, как Таня, недавних выпускниц региональных лингвистических вузов, за границей, что называется, с руками отрывают. Ведь они готовы работать фактически за еду. 260 евро для молодежных программ УПР – потолок. Зато легальная рабочая виза минимум на полгода и шанс закрепиться в стране. Катя Лешманова рискнула. Но освоенному Западу предпочла бурно растущий Китай и отправилась в Шанхай. В Китае очень интересная программа построена тем, что вы не бэбиситтер в чистом понимании этого слова, а вы как преподаватель и такой культурный коммуникант. Каких-то специальных, да, наверное, навыков я не должна была им передать. Но представьте, что я была их старшая сестра. Двое детей, 7 и 12 лет. Катя оказалась в семье миллионеров. Но на руки ежемесячно выдавали всего лишь 1250 юаней в месяц. То есть ровно 200 долларов. По поводу денег, в принципе, у меня растрат никаких здесь нет. С другой стороны, если, например, ты хочешь все-таки посмотреть что-то в Китае, уехать куда-то подальше, например, тот же Пекин. И, в принципе, один билет на поезд, на скоростной, да, который 5 часов, он будет здесь стоить вот те же 100 долларов. Полгода позади. Небольшие каникулы в родном Серпухове, и Катя снова в Китае. А на ее страничке в соцсети свежая запись. Наверное, только путешествуя можно так по-настоящему оценить прелесть дома. Своей кровати, душа и задушевного общения. Ну что же, китайская Мэри Поппинс, Екатерина Лешманова у нас в студии. Здравствуйте, Катя. Вы к нам присоединились. Скажите, ну, а вот так честно, не обидно вам, человеку с высшим образованием, с внешностью, вот на подиум сейчас, да, не обидно работать за 200 долларов в месяц? Ну, это, ну, немного, правда. Я думаю, что проблема в том, что вы воспринимаете это как работа, а я воспринимала это как действительно программу культурного обмена. Я ехала в Китай посмотреть Китай, пожить в семье, что-то, наверное, забрать какую-то частичку какого-то культурного, да, на их наследие и передать им немного своего. Все. Я эту программу выполнила. В принципе, о деньгах вопрос не вставал. Я даже честно была удивлена, что в программе платятся еще какие-то деньги. А, то есть, если за это еще и платят, да, это вообще замечательно. Ну, что же, как говорят у нас в Москве, ни хао, да? Ни хао. То есть, да, ни хао. То есть, хорошо. Скажите, насколько вы были защищены, вот, насколько вы чувствовали себя в безопасности? Все-таки это, ну, Китай, да, это вообще совершенно другая цивилизация. Да, я могу сказать, что из-за того, что я поехала не одна, так сказать, дикарем, и семью искала я не сама как-то через интернет, а все-таки это была фирма, организация, которая меня отправляла, я себя чувствовала спокойней. Скажите, а вы-то вообще по-китайски говорили до этого или вы говорите? Нет, до программы я абсолютно не говорила по-китайски. Я приехала, и, собственно, моя функция была общаться с детьми на английском языке. Для этого они меня и вызвали. Вот, я думала, что китайский мне не понадобится. Я начала его учить там. Да, сейчас я немного разговариваю по-китайски, но до программы не говорила. Удивительный опыт. Кать, скажите, а вы сами-то не боялись ехать? Ну, правда, да? Это же все-таки... Всякое может быть. Я жила в семье нетипичных китайцев. Это была семья, действительно, как прозвучало в эпизоде, это была семья миллионеров. Это был невероятный дом с полной экипировкой и комплектацией. Это была семья, где двое детей в семье. Мы понимаем, да, что для Китая это не самая тоже типичная ситуация. Вот. И это вполне были приличные люди, очень образованные, которые владели прекрасно английским языком. И, соответственно, какого-то страха вот этого у меня не было. Страх появился первый раз у меня в аэропорту, когда я подошла вот к стойке регистрации и потом вышла на посадку. Именно когда я увидела вот, что называется, кучу китайцев, и мы знаем их привычку сплёвывать на пол. И кричать, кричать, кричать. И сплёвывать, да. И здесь, конечно, у меня первый раз закралась мысль, что я делаю. Хорошо. Моя задача была общаться с детьми на языках. Я педагог-преподаватель языков на английском и на испанском. Я думала, почему они пригласили меня, почему, например, они не пригласили человека, ну, помимо финансового, да, какого-то вопроса, почему не человека из Австралии, скажем, да, носителя языка. Ну, да, потому что в Китае на самом деле австралийцы работают. Да, их полно. Десятками тысяч. Почему не американцы, да, носители языка, почему меня? Потом я поняла. Это, понимаете, вы ролевая модель для ребёнка. Вы представляете собой человека, который из другой культуры и смог выучить, ну, фактически до уровня носителя, два зарубежных иностранных языка. То есть ребёнку это интересно. Он начинает тянуться до вашего уровня. Она тоже не разговаривала по-английски. Она тоже не разговаривала по-испански. Саня, потом заговорили? Дети на самом деле говорили изначально. Я считаю, что очень важно для девушки, для парня, который едет работать няней, правильно выбрать для себя семью. Потому что если это девушка, если семья канадская живёт в горах, и в семье только 13-летний сын и 40-летний папа, девушка, они учат, они ехать. Да, то есть существуют всё-таки критерии отбора. И они должны сами именно выбирать себе семью, тогда они будут больше безопасны. Спасение няни – дело рук самой няни. Дело рук, да. Окей. Кать, ну вы как обладатель бесценного опыта, насколько необходим? Не может быть другого ответа, как да, естественно. Но в добавлении слов о выборе семьи, хочу ещё посоветовать, выбирайте страну, читайте какие-то отзывы, культурные отличия и так далее. Если вы едете в США, приготовьтесь, конечно, ездить за продуктами и убираться. То есть там нужна такого рода няня. А если вы едете в Китай, то… Если вы едете в Азию, приготовьтесь много разговаривать и ничего не делать, я имею в виду по дому. Насколько вообще легальный это бизнес? И какая, как бы, часть его всё-таки в тени? Мне хотелось бы сразу поставить точки над некоторыми «и». Если говорить о самом большом потоке нянь в Евросоюз, скажем, об АПР, это не считается работой, потому что всё, что меньше 800 евро в Евросоюзе, это не работа, это карманные деньги. Поэтому говорить о каком-то трудовом договоре тоже нельзя. Существует договор АПР, это международное культурное движение, и там всё эти правила прописано, что АПР должна иметь комнату отдельную и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, да. То есть это светлый путь, что называется, да? Остальные две опции, которые я перечислил, это для стран приоритетовского сооружащего, или в Канаде, или на какие-то говорят, тоже легальные, потому что там рабочие визы, там всё хорошо, или студенческие. Но знаете, если говорить о каком-то сером фрагменте, то существуют агентства, которые отправляют по туристическим визам, но это чаще происходит по запросам оттуда. То есть приезжает семья, допустим, откуда-нибудь из Молдавии, они говорят, мы хотим молдаванку, да? Из Молдавии рабочую визу не дадут, однозначно. И они выезжают по той схеме, о которой говорила Маша, на три месяца по туристической визе, потом остаются нелегально. Естественно, у семьи, которая пригласила эту девочку, есть возможность ей не платить, потому что нет никаких трудовых отношений. И всё происходит либо по совести, либо по... Но то есть всё-таки, извините, хочу резюмировать, всё-таки достаточно большая часть этого бизнеса, она уходит всё-таки в тель. Я не могу сказать, что она большая, поскольку мы это не контролируем.